И наконец, Свердловские альпинисты убеждены, что раскрыли одну из самых больших загадок 20 века. По итогам последней экспедиции они готовы рассказать миру, что на самом деле произошло на перевале Дятлова и почему погибла группа туристов. Эксклюзивный репортаж событий прямо сейчас. Альпинист Владимир Рыкшин знаком с каждым сантиметром этой дороги. Десять лет подряд все свои отпуска проводит в Уральской тайге, у того самого перевала Дятлова. Из последней экспедиции привез видеодоказательства и готов рассказать всем, что мистика тут ни при чем. Тот ажиотаж, мистика, которая была, и американский фильм, и Первый канал показали, что я просто был в шоке от того, что какую чушь просто несут люди. Мне просто захотелось сделать путешествие из настоящего в прошлое. Владимир и его единомышленники убеждены, в гибели молодых людей не виноваты ни потусторонние силы, ни заключенные зэки, ни местные жители. Манси и сейчас живут около злополучного перевала. Они не против знакомства с туристами и даже готовы показать те места, которые миллионы людей считают проклятыми. На самом деле, выяснили исследователи, это место на языке северян означает не гора мертвецов, а мертвая гора. И это не связано со злыми духами, а с особенностями ландшафта. Из-за каменистой почвы здесь ничего не растет. Есть у названия тех мест еще одно значение. История почти библейская. Атартен переводится. Не то, что там говорили, ой, не ходи туда, это такая мистика, как гнездо гуся. Но когда-то во времена всемирного потопа там спаслась какая-то мансийская семья и вот несколько гусей там гнездо свели. Отмели уральские исследователи версию о том, что в ночь на 2 февраля 59-го года дятловцы погибли от рук беглых зэков. Действительно, заявляют краеведы, вокруг этих гор было выстроено несколько десятков страшных советских тюрем. И путь свердловских студентов проходил как раз мимо них. Но такое соседство туристам было только на руку, уверены краеведы. Группа Дятлова, которая проходила здесь в 59-м году, конечно, могла идти мимо тех поселков, где находились колонии. Эти колонии были оснащены всем социальными бытовыми объектами. Баней, магазинами, столовой, гостиницей и так далее. Поэтому они могли в любое время пополнить свои запасы продовольственные, могли помыться, могли отдохнуть. 60 километров прошли и проплыли современные путешественники до места, где дятловцы 56 лет назад оборудовали лабаз – склад вещей и продуктов. В 500 метрах они здесь поставили палатку. И, по сути, это была их последняя в этой жизни ночевка. В ту роковую ночь дятловцы бросили палатку и в мороз кинулись бежать в противоположную от склада сторону. По предположению Владимира, они уже были сильно напуганы и тяжело ранены. Да и палатка вряд ли была разрезана изнутри, как утверждают современные мистификаторы. Скорее всего, говорят исследователи, ее что-то повредило. Эта опасность, от которой они уходили, была именно оттуда, со стороны цивилизации. Потому что в той стороне только Северный Ледовитый океан. Исследователи пришли к выводу, что причиной гибели группы дятлова стали военные испытания, в результате которых произошел взрыв межконтинентальной ракеты. При запуске с космодрома Капустиньер, который находится в Астраханской области, ракеты летели вдоль Уральского хребта на полигон в Новой Земле. Понятно, что им там мало не показалось при взрыве таком. Это же несколько десятков тонн, представляете, керосина с окислителем, которым является азотная кислота. Это когда все это взрывается, это огромный объемный такой взрыв. Владимир и его единомышленники могут доказать свою версию. Аргументы и подробности завтра в событиях.